Чудинова Это был 1766 год. И позже, что бы ни случалось на Руси, революции, войны, он не был разрушен. Жители сумели сохранить его. По легенде, в 1937 году они даже обращались к Сталину, просили его содействия. Получилось. Об этой легенде нам рассказал настоятель Троицкой церкви Иеромонах Никодин. Правда, в советские годы колокола были сброшены и верующие преследовались. Люди втайне приходили, даже ночами приходили где-то поставить свечечку, пока никто не видит. Кто-то дома, имея иконочки, молился, какие-то книжечки рукописные, читал молитвы. То есть всегда это было востребовано. Сейчас таких препятствий нету, какого-то гонения, еще чего-то. Что сегодня происходит в Чудиново? Какие здесь времена? Добрые или не очень? Об этом наш рассказ. В прошлом здешние жители не только торговали, но и занимались огородничеством. Крестьянское начало в людях не исчезло. Мы видим сразу за селом фермы, вполне современные. Агроферма Чудинова, животноводческое хозяйство, держит 1530 голов. На дойме можно гордиться. В прошлом году получено от каждой коровы в среднем более 7 тысяч килограммов молока. Здесь мы познакомились с ветеринарным врачом Мариной Бабинцевой. Ну и забота-то много ведь? Очень много. Целыми днями. И ночь всегда в заботе, что все ли хорошо. День-ночь это могут вызвать? Это нет. Могут вызвать? Да, вызывают. Не разочаровались в своей профессии? Ведь очень непростая. Вообще-то я к этой профессии готовилась с 9 класса. Поступала в Сельхозакадемию на подготовительные курсы. Кировский молочный комбинат и агроферма работают на общий результат – кооперация. И это положительный момент для тех и других. Самое-то главное, что как рынок-то сбыта, он постоянный, стабильный. Не надо дергаться туда-сюда, там где-то искать, где сегодня дороже, где завтра дороже. Есть какая-то стабильность в сдаче продукции. Да, есть движение вперед, считает Евгений Георгиевич. Беспокоит его то, что хозяйство хоть и строит, но мало. Ну и вы немножко-то ведь строите. Строим, но это темпы маловато. Ну что, одна квартира, две квартиры, четыре, вот это. А надо сколько? Ну, по крайней мере, хотя бы шесть-семь квартир-то в год надо. Хотелось бы, конечно, какую-то программу дождаться от государства. Подъема сельского. Да, конкретно по подъему сельского хозяйства. Страна у нас чего, аграрная. Вот хотя бы как была программа в 90-е годы по строительству вот этих же домиков, фапов, домов культуры. Чтобы где-то народ мог свободно ехать, жить. Не так тяжело таким временем на хозяйство это все ложилось. За все переживаю. Мы сами деревенские, потому что я на людскую школу кончала, жила в деревне Чепчуги. Чисто вот в крестьянской семье. И вот вся крестьянская работа, все нужды, все вот оно как-то близки. Когда в село приехали Репины, они работали в старых школьных зданиях, рассказывает Нина Сергеевна. И им тогда сказали, останетесь здесь, будет новая школа. Они остались и сделали все, что в школе была. Сегодня это светлые современные классы, современные оборудования, компьютеры, опытные педагоги. Есть и молодые, те, что уже учились у Репиных. Учить исчез, да? Учусь. Поступила в этом году в педагогический университет на магистратуру по географии. Владимир Александрович и Нина Сергеевна выросли в большой и очень бедной крестьянской семье. Нина в Нолинской деревне, которую назвали неперспективной и смесли бульдозером. Владимир родился и вырос в селе Истабенск. Я когда поступал в венчат, без паспорта. Да вы что? Да. В 1965 году, значит, прихожу, справку, что меня приняли, только тогда здесь справку, чтобы получить паспорт. В 1965 году было. И буквально до 1967 года. Вот так я понял. Потом стали все паспортовать. Ведь в школе как? В школу кончил? Куда? Или в училище идти, в колхозе оставаться? Ну, бесправный. Бесправный, бесправный. Значит, такая притягивала, чтобы уехать из деревни. Куда бы там ни было, даже выйти замуж на ребенка, чтобы уехать из деревни. Вот такая жесть. Думаю, что тяжелая судьба деревни, боль за нее. И определили жизненное назначение Рейпина. Помогать ей, чтобы дети были счастливее, чтобы трудились и веровали, чтобы смогли найти дорогу к храму. Вы не замечали? Есть какая-то умиротворенность в российских селах. Особый настрой. Если храм действующий, если звучит молитвенное слово. Уже третий год в церкви служит отец Никодим. Он родом из Кирова-Чепецка. Закончил духовную семинарию. Почему выбрал этот путь? Видимо, от того, что в детские годы бабушка приобщала его к вере. Его душа приняла это. Мы встретились с отцом Никодимом в крещенские дни. Большой ли приход у вас? Да вот, в принципе-то, здесь большим количеством прихожан похвалиться не приходится. Да, на праздники приходят. Ну, как везде, в принципе. Да, да, да. Пасха, Рождество. В особенности очень востребован храм, когда что-то нужно взять. В частности, праздник крещения сегодня. Все идут, чтобы поставить водичку и потом ее забрать. А присутствие на богослужении уже для людей кажется моментом второстепенным. И поэтому на проповедях и вообще в беседах, которые мы ведем тоже здесь на приходе, стараешься объяснить людям, что духовная жизнь – это не только пришел и забрал. Это прежде всего осмыслил, пережил, помолился, и только тогда это принесет свой духовный плод. Первый раз пришел, посмотрел, пообщался, поговорил. Очень много в жизни духовной и в жизни пасторского служения имеет личное знакомство с человеком. Когда человеком знаком лично, то действительно врата его сердечные, открыты боли, когда он действительно воспринимает и полюбил тебя как священник. Пойти навстречу человеку, и тогда люди всегда ответят добром и любовью. Иногда сталкиваешься с категорическим неприятием. Но и здесь стараешься найти общие моменты понимания, переживания за наше Отечество, за наш район, за людей, которые в нем живут. Когда человек уже осознанно живет духовной жизнью, когда он осознанно понимает, куда приходит, зачем приходит, как себя нужно вести, это уже огромный шаг в его духовной жизни. Вот это и есть уже в оцерковлении. То есть переживание самого себя и в церкви, правильно, верно. То есть трудный путь. Безусловно. Тут очень трудный, путь очень трудный и сложный, но благодатный и благодарный. Потому что человек тогда начинает понимать, что Бог-то рядом. Мы привыкли и думаем, что где-то далеко, как-то неосознанно и не востребовано. А когда человек имеет этот духовный опыт, он понимает, что Бог-то рядом. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok